Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показываю этого подобно. И сегодня речь пойдет о Шерлоке Холмсе. Но не только о нем, а точнее, скорее даже не о нем, а о докторе Ватсоне. Потому что без него настоящий сыщик просто не мог бы существовать. Два слова о предыстории сегодняшнего рассказа. Конечно, Конан Дойль автор замечательных произведений в самых разных жанрах. Это человек, который был удивительно энциклопедически образован, который писал о невероятном количестве вещей. И он гораздо более ценил свои, как ему казалось, более серьезные романические работы. Чем эти рассказики про этого сыщика. Ему страшно надоел этот герой. Ненавидя Шерлока Холмса, он наконец убил его, обставив это максимально драматическими обстоятельствами. Но потом под давлением читающей публики и издателя, который очень хорошо мог заплатить за продолжение истории о любимом герое, он все-таки воскресил после Верхенбагского водопада Шерлока Холмса. За что же он его так не любил? Вот за то, что такие несерьезные, просто на взгляд Конан Дойля, сделанные без каких-то литературных ухищрений истории, завоевали всеобщую любовь и гораздо больше признания, чем другие, может быть, более излюбленные герои Конан Дойля, из какого-нибудь затерянного мира. Он ведь был мастер самых разных жанров. У меня в видеоблоге есть рассказ о его лирике. Да-да, не удивляйтесь, Конан Дойль был прекрасный поэт. И это очень интересное чтение до сих пор. Хотя, конечно, его поэзия – это дитя своего времени, и она вот не так блистательна, как всеми нами любимая проза. Но Songs of Action, значит, песни действия его, это действительно очень любопытные вещи. Ну что ж, поговорили о Конан Дойле, теперь перейдем к героям. А Шерлок Холмс и доктор Ватсон – неразлучная парочка. Но ведь они встретились уже в зрелом возрасте, когда Холмс был состоявшимся сыщиком с богатой, насыщенной карьерой, а Ватсон был не просто врачом, но у него за плечами был опыт войны в Афганистане, у него было огромное количество всего, значит, в Индии, конечно. Огромное количество всего разного, да, скажем так. Вот непростой он был человек, доктор Ватсон. Гораздо более глубокий, получается, персонаж по прочтению всего цикла истории, и всего, что с ним связано, значит, после, чем вот просто первоначальное знакомство. Да, он прямодушный, он прямолинейный, он отважный, он очень верный товарищ, вот. Но доктор Ватсон прежде всего еще и человек большого ума. Просто не дано ему этого волшебного таланта связывать отдельные метки наблюдения в цельное рассуждение, да, вот ту самую дедукцию, которая на самом деле не дедукция, а индукция. Но я не буду сейчас вдаваться во все это. Потому что если мы сейчас начнем ковырять, где именно воевал Ватсон, как именно метод следует называть Широка Холмса, какие именно прототипы были биографические у этих персонажей, ну мы просто сейчас увязнем по самую макушку. Это очень долгая история. Перед нами на самом деле очень легкая, прекрасно, на мой взгляд, удачно написанная книжка в жанре продолжения сиквела известной истории. Но только это не сиквел, а своеобразный приквел. Причем это предыстория расследований Холмса и Ватсона, когда с Холмсом Ватсон еще не был знаком. Он еще студент медицинского колледжа, он еще в сущности подросток, да. Ему предстоит расследовать настоящее преступление. Ну что же вы хотите, классический детектив и без убийства? Ну не серьезно же. Так что «Призрак Уорта Байрона» за авторством Джона Хэмиша Ватсона, значит, это история детективная. Но написана книга в совершенно другом жанре, нежели рассказы Конан Дойля, на совершенно другом игровом поле, я бы сказал. И вообще все те, кто, как и я, родом из 90-х, кто хорошо, прекрасно себя представляет, что было в докомпьютерную эру, при слове «книга-игра» сразу вспомнят часы, проведенные с огромным увлечением в своем детстве. Значит, книга играет в своеобразный жанр. Объясняю, где у нас сюжет ветвится, где можно выбрать после каждого короткого эпизода, текстового, переход к следующему эпизоду. И, соответственно, они перетасованы, поэтому прочитать историю подряд невозможно. Это не игра в классике Картасара, которую можно читать по номерам, то есть прыгая со страницы на страницу, как и задумано автором, чтобы какую-то историю... Или подряд такая своеобразная мозаика, разбитый калейдоскоп, разбитый в дребезги, где осколки перемешались, и ты будешь читать, значит, все это. Это уже высокие литературные игры. Значит, а здесь, в книге «Призрак Ворода Байрона», это вполне классическая книга-игра, где ты выбираешь развитие сюжета и вместе с героем проводишь расследование. Не все развязки приведут к отгадке. Значит, там есть как удачные финалы, так и неудачные финалы. Но они ничего, даже эта неудача ничего не изменит в биографии Ватсона. Потом он все равно вернется, детективная жилка в нем проснется, он вернется к расследованию вместе уже с Холмсом, будет помогать Холмсу. Но вот это первоначальный юношеский эпизод либо сделает его персонажем уверенным в себе и смело смотрящим в будущем, либо приведет к огромной культурной потере, не скажу чего. И, в общем, к сожалению, к неудаче. Неудача закаляет таких людей стойко, как Ватсон. Но, увы, это неудача. Так вот, в конце каждого эпизода вы делаете выбор. В книге вас встретят некоторые графические материалы. Например, ящик профессора Квинси. Там план колледжа, где они учились. Значит, вид комнаты, вид кабинета, значит. И на этих вот иллюстрациях надо найти какую-то маленькую подсказку, какой-то след. Значит, в конце есть настоящий раздел подсказки. Ну, не спешите туда заглядывать. Потому что я заглянул один раз, и мне сразу стало неинтересно. Это вот чисто спортивный интерес. Еще раз повторюсь, вы можете прочитать только часть книги, потому что все ветки сюжетные надо пройти, это надо несколько раз ее прочитать. Но все равно получится увлекательно. Вот, я, например, с первого раза пришел к развязке неудачливой, да, неудачи. Но это не важно. Зато я сориентировался во внутреннем мире книги, и второй раз ее начну читать уже вместе с ребенком, значит, идя по верному следу, как мне кажется на самом деле. Вот, степень сложности задачи, поставленной перед читателем, я бы оценил как среднюю. Это не так, чтобы прямо голову сломать. Если кто помнит Браславского, если кто помнит подземелье Черного замка, например, да, где, в общем, мы рисовали эти дерева, это дерево, вот, ответвлений, да, значит, сюжетных, это листы были многие изрисованы, и неделями листали страницы. Там просто есть очень несколько хитрых фишек, даже если ты себе подыгрываешь на руку, забегая вперед и потом возвращаясь назад, если у тебя привел к неудаче. Там есть несколько мест, где нужно отвечать на коварные вопросы. И вот так вот выбрать, но точно совершенно верный вариант уже не получится, потому что там требуется отгадывать какие-то загадки. Я не буду вам раскрывать, конечно, секретов подземелья Черного замка. Кроме того, это книга с кубиком сыгральным, там еще и поединки были с персонажей, которые решались при помощи кубика и всяких очков доблести и так далее. То есть такая уже игровая вещь. Здесь этого нету, здесь это вполне классическая детективная новелла, только развитие сюжета ты выбираешь сам. Вообще этот жанр получил огромное развитие в 21 веке. У нас сейчас благодаря компьютерам есть целый новый вид литературы. Но помните, друзья мои, все-таки здесь у нас авторы книги и создатели вот этой замечательной книги игры воспользовались всеми возможностями вот этого жанра. Например, возможностью обыгрывания этого сюжета как записок. Здесь постоянно встречаются разные комментарии, значит, это комментарии самого Ватсона. Они что-то объясняют, дополняют, разъясняют, обращают внимание читателя или наоборот отвлекают его. Вот. Это, конечно, тоже очень интересная литературная игра. Она используется часто в литературе. Вспомним хотя бы роман «Набокова ада» или «Радости страсти». Помните там автокомментирование до какой степени доведено. Но тут же все проще. Здесь у нас есть игровая задача. И вот ее решению помогают эти штуки. И то, что жанр вроде такой несерьезный, да, детективный. И то, что игровая ситуация, да, с хорошо знакомыми персонажами, в хорошо знакомых обстоятельствах Англии конца 19 века, но это уже скорее не конец, а даже середина. Мы можем уже по-другому немножечко все это воспринимать. И, конечно, это сильно облегчает, скажем так, вхождение вот в этот вымышленный мир книги. Потому что если бы это было всерьез, то любой серьезный читатель понимает, в чем ограничение этого жанра. Можно написать десяток, а то и сотню версий Анны Карениной, где Анна Каренина в конце попадает под поезд, не попадает под поезд, попадает под карету, попадает под самолет, прыгает с моста, значит, травится, вешается, живет долго и счастливо, рожает пятеро детей, получает Нобелевскую премию. Но гениальным останется только изначальный вариант Льва Толстого. Потому что по-настоящему написанной книге нельзя ничего не прибавить, не отнять. А написать несколько гениальных книг с разным развитием сюжетов, это написать несколько совершенно разных гениальных книг. И это вот уже как бы... А такой вот легкий жанр как раз позволяет играть с формой и делать и то, и это. Очень идут вот эти вот декорации детектива, фантастики, жанровой литературы, вот такой форме книги игры. Поэтому мне кажется, это вот очень удачно. Я не нашел ни логических несостыковок, ни провисаний, где тебя просто гоняют из эпизода в эпизод, чтобы растянуть действие, чтобы как-то мотивировать. Ну, потому что вот в каждой сюжетной ветке, понимаете, да, не может действие в одной сюжетной ветке длиться год, а в другой две недели. Соответственно, они должны быть выровнены. И вот у нас начинается заполнять пустые места совершенно пустыми диалогами. Это в сериалах происходит, когда надо растянуть действие, а интрига этого уже просто не позволяет делать. Вот. Здесь такого нет. Здесь все очень просто. Динамично. Конечно, какие-то ходы хорошо узнаваемы вообще. Те, кто Ширвакеану хорошо знает, они, в общем, ну, будут легко все это читать. Мне кажется, подобная игра, подобные приквелы очень идут и очень подходят произведениям Конан Дойля о Ширваке Холмсе. Точно так же я люблю сериал с Кимбербетчем, потому что это броско, ярко, интересно, неожиданно. И пусть он, конечно, тоже очень условен, и некоторые места в этом сериале смотришь-морчишься, потому что, ну, в общем, не то, что вольное обращение с сюжетом, а каком вольном обращении с классическим образцом может быть там речь, потому что там все переделано на современный лад, а потому что видишь, вот как это сделано, да, каркас просвечивает сквозь декорацию. Вот. А книга-игра – это как раз сам по себе условный жанр, который очень-очень хорошо позволяет договориться в самом начале. Мы же договорились, что это игра, да? Ну что ж, играем всерьез. И вот дальше начинаешь втягиваться. Ну, прям красота. Очень симпатичный молодой Ватсон, хорошие очень у него товарищи, интересная очень обстановочка, та еще, значит, в этой английской школе. В общем, готичности достаточно. Читайте, наслаждайтесь, вместе с лордом, значит, разыскивайте призрак лорда Байрона, вместе с Ватсоном. И я уверен, что всем читателям от 12 и старше эта книга очень понравится. Спасибо за внимание. Спасибо.